Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы зададимся следующим вопросом. «Ошибся ли Христос, называя Захарию сыном Варахии, а не сыном Иодайи?» Мы будем отталкиваться от Евангелия от Матфея, 23 глава, 34-35 стих. Давайте вспомним этот отрывок из Матфея. «Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником». В чем как бы заключается эта проблема? Христос сказал книжникам и фарисеям, что на них падет вина за всю пролитую кровь от Авеля до Захарии, сына Варахина, которого убили между храмом и жертвенником. Но некоторые считают, что Захария, который упоминается Христом, приходится сыном Иодая, священника. И об этом говорится во второй книге Парлипоменон, 24 глава, 20-22 стих. «И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышение пред народом и сказал им, «Так, говорит Господь, для чего вы приступаете по велению Господне, не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». И сговорились против него и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоас благодеяние, которое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его, и он, умирая, говорил, «Да видит Господь и да взыщет». Какое можно найти решение? Предлагается такое решение. Упомянутый Захария должен быть сыном Варахии. И этот Захарий – один из малых пророков, и его отец Варахия. Это книга Захария, первая глава, первый стих. Он является наиболее вероятным кандидатом, потому что другой Захария, сын Иодайи, действительно сын Иодайи, умер примерно в 800 году до нашей эры. И если предположить, что Христос говорит об этом Захарии, тогда период времени от Авеля до этого Захария не охватывает весь ветхозаветный период, который продолжается до 500-го, 400-го года до нашей эры. Промежуток времени между Авелем и Захарией, сыном Варахии, лучше подходит. Ко всему протяжению ветхозаветной истории, таким образом замыкая ее всю на себя. Поэтому критики этого момента Писания перевирают, потому что Христос говорит о тотальном преследовании пророков от первого рожденного на земле человека после Каина от Авеля и до времен, когда, собственно говоря, с точки зрения иудеев, пророческий дух завершается при написании последнего текста Ветхого Завета где-то в 500-400 году до Рождества Христова. Потом в понимании иудеев пророков не было. Но мы верим в то, что был еще Иоанн Креститель и другие христианские пророки. Таким образом, точка зрения людей, которые видят противоречия в словах Христа, она неверна по определению. Ведь Христос и есть логос слова. Как это слово может противоречить само себе? Но я недавно видел прямо в Яндексе какой-то иудейский равен, он как раз приводит эти слова Христа и начинает обыгрывать их по-своему, как ему удобно. Поэтому, друзья, если вы сталкиваетесь с такими ситуациями, не спешите унывать, делать какие-то поспешные умозаключения, обратитесь к Церкви, она найдет соответствующее решение для вас. Ибо Церковь есть столб и утверждение истины. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok